Всем привет! Вы на канале все о звездах ТВ интересно знать. В этом ролике я расскажу вам почему Федор Бондарчук хотел развестись со своей женой первой Светланой и почему он долго не разводился, в чем же кроется причина. Со своей первой супругой Светланой Федор Бондарчук познакомился еще во время студенчества. Она сразу запала ему в душу и он стал красиво за ней ухаживать. Во время знакомства Светлана только заканчивала школу, а Федор уже был студентом в ГИКа. Встречаться они начали только через год, потому что Светлана не сразу ответила на ухаживание Федора. Первое время Федор и Светлана жили гражданским браком, поскольку они не хотели проживать вместе с родителями и стали жить у своего приятеля, которого зовут Тигран Киосаян. Через некоторое время Федор и Светлана расписались. В 1991 году у пары родился сын Сергей. А через 8 лет, в 1998 году родилась дочь Варвара. Девочка росла особенным ребенком. Сейчас она проживает за границей. Об особенности своей дочери пара рассказала только через 12 лет, после ее рождения. Светлана и Федор Бондарчук прожили вместе 25 лет. Они казались крепкой, идеальной и счастливой парой. Однако что-то пошло не так. В 2016 году пара все же заговорила о разводе. Причина может и банальная, но серьезная. Федор влюбился в красавицу-актрису, которая намного моложе его. Ее зовут Паулина Андреева. Только в 2017 году Федор перестал скрывать от прессы свой роман с Паулиной. Мало того, во всех интервью он говорил, что собирается жениться на Паулине. Однако долгожданная свадьба Паулина и Федора произошла только через 2 года, а именно в 2019 году. Почему же? Бондарчук долго не мог развестись со своей первой супругой Светланой. И все дело в том, что Светлана и Федор долго не могли поделить совместно нажитое имущество. Как вы сами понимаете, за 25 лет у них накопилось много чего. Например, им пришлось делить шикарную квартиру на Мосфильмовской улице. Она размером 180 квадратных метров и стоит примерно 90 миллионов рублей. Кто не знает, на этой улице проживают очень много знаменитостей, такие как Ксения Бородина, Александр Градский и многие другие. Также Светлана и Федор разделили квартиру на Патриарших прудах площадью 300 квадратных метров. Стоимость этой квартиры примерно 170 миллионов. Судя по всему, она достала Светлане, потому что она там теперь проживает. Не стоит также забывать и о загородном доме на Рублевке. Там в настоящее время проживает сын Федора и Светланы Бондарчук, которого зовут Сергей. Там он проживает вместе со своей семьей. Поделили бывшие супруги также ресторан и бестро «Перезка» и фитнес-клуб «Фанни». Как именно состоялся раздел, неизвестно, но бестро и фитнес-клубом на сегодняшний день заведует Светлана. Когда произошел размен имущества и развод, Федор наконец смог сыграть шикарную свадьбу с Паулиной Андреевой. Светлана Бондарчук хоть замуж во второй раз и не вышла, но на личную жизнь она не жалуется. У нее все в порядке. У нее есть молодой человек. Ведь Светлана женщина в самом соку. Симпатичная, красивая, стройная. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Пожелаю и Федору с его новой семьей, чтобы все было хорошо. И также Светлане пожелаю личного женского семейного счастья. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.